Вводная часть, вот начало нашего разговора я хотел как раз начать с точки зрения организационно-правового регулирования образования в нашей стране. Основным законом, который регулирует образовательную деятельность в нашей стране, это является закон об образовании. И он вступил в силу 1 сентября 2013 года. Это очень прогрессивный закон, потому что впервые в практике мы уходим от понятия учреждения, входим в понятие именно образовательной организации. Что это значит? То есть фактически появляется юридический статус образовательной организации, она, соответственно, имеет право уже делать определенные вещи. То есть у нас получается в законе об образовании уже образовательной деятельностью могут заниматься как и образовательные учреждения, которые переходят в статус профессиональных образовательных организаций, так и некоммерческие организации, и вообще организации любого характера, и даже индивидуальные предприниматели. Это очень важный момент в изменениях в нашей стране. То есть в последнее время вообще в нашей стране мы сейчас вот приходим в соответствии с глобальным рынком профессионального образования. Это связано с тем, что как раз напрямую связь между профессиональным образованием и производительностью рабочей силы, и между компетентностью, высокая коллекция, она вот есть, и мы понимаем это. И вот поэтому в связи с этим первые, наверное, указы, которые подписал Владимир Владимирович, когда вступают в президенты, это майские указы, так называемые, которые определяют создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, 800 профстандартов. То есть что это? Это определяет как раз взаимодействие между собой образовательных учреждений, бизнеса, непосредственно самих субъектов образовательной деятельности студентов, учащихся их родителей, и, соответственно, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти. В законе об образовании вводятся следующие основные формы обучения, то есть у нас были привычные там заочные, очные, у нас появляется форма дистанционного образования, электронного образования, соответственно, прописывается уже более четко система экстерната, прописывается более четкое разделение между образованием и обучением, и это очень важные элементы, соответственно, нашей системы профобра, которую в ближайшее время должны быть. Почему все это происходит так? Вообще, мы вот разошлись в начале 90-х годов, то есть когда произошло разделение, значит, страны, и у нас в этот момент происходило, и, наверное, у вас происходили такие моменты, когда у нас… Дело в том, что все техникумы, да, исторические, в ТУЗы, были связаны с предприятиями, и произошел разрыв, то есть когда предприятия исчезли, экономика рушилась, а профообразовательные учреждения, они остались. И вот в Российской Федерации их забрал себе Министерство образования и науки. И так как это исторически всегда были все-таки, они были более отраслевыми, они были привязаны к конкретным каким-то заданиям, и, соответственно, обучению, подготовке специалистов, да, то Министерство образования не могло обеспечить, соответственно, полноценное их функционирование. То есть очень тяжело обеспечить каким-то четким регулированием, то есть задать, а чему должен учить, то есть вот это уже в этих условиях. Соответственно, у нас появились такие институты, как Институт федерального государственного образовательного стандарта. Наша страна одна из немногих вообще, где функционирует этот институт. У нас, по-моему, 4 или 5 стран в мире вообще используют Институт федерального государственного образовательного стандарта. Но дело в том, что, опять же, взаимодействие с институтами, методическими институтами именно просто системы образования и системы профессионального образования до сих пор вызывает очень много конфликтов и вопросов. И в связи с этим новый закон об образовании действительно вводит очень много такой определенной свободы, которая позволяет именно профессиональным образовательным учреждениям делать и осуществлять свою деятельность гораздо более качественно. И вот мы как раз просматриваем в новом законе об образовании очень много моментов, как раз, например, с организационно-правовой формы. Помимо государственного бюджета у нас четко прописывается негосударственное образовательное учреждение и формат некоммерческой организации, автономно-некоммерческой организации. У вас, как у крымчан, очень интересная ситуация. То есть вы фактически можете начать, скажем, с чистого листа. Почему? Потому что многие сейчас очень тяжело переходят из бюджетных организаций, думают о том, что и как переходить. А вы можете сразу получить статус некоммерческой, автономной некоммерческой организации, которая определяет очень много свобод, распоряжение бюджетом и, соответственно, управление своим образовательным процессом, соответственно, введение очень многих модульных практик, введение дуального образования. Опять же, такой проект глобальный, который мы поддержим Россию. Еще очень важная специфика в профобрии, именно в профессиональном образовании, оно полностью регулируется и управляется именно на уровне региона, субъекта Российской Федерации. Это очень важный момент, потому что как раз тут влияние Министерства образования и науки, оно менее, чем в других, в общем образовании, либо в высшем образовании. И уже местное, региональное законодательство абсолютно определяет и образовательные модули программы, оно определяет, соответственно, какие-то стандарты нормативно-правовые акты, и оно помогает развиваться уже, соответственно, самому региональному профобору. Тут позволяет это еще больше, более тесный контакт между бизнесом, сообществом, потому что которое регулируется, и образовательным учреждением. Поэтому во многих наших регионах Российской Федерации у нас нет четкого единого какого-то такого регламента, есть модельный закон об образовании на уровне региона, который там есть, соответственно, от Министерства образования. Я думаю, коллеги из Миноборовым с удовольствием его вручат, соответственно, неважно. Но у нас так из практики получается, например, у нас в Санкт-Петербурге одновременно три комитета отвечают за профессиональное образование. Там комитет по образованию, комитет по науке в высшей школе, комитет по труду и занятости. Где-то Министерство труда и занятости, как Новосибирская область, где-то, соответственно, комитет просто по образованию. Но есть регионы, где создано специальное Министерство профессионального образования. Это вот Якутия у нас, республика, например, очень прогрессивная в данном случае. Сейчас планируется создание Министерства профессионального образования в Красноярском крае и в Московской области. И это еще раз показывает о том, о такой, скажем, трудной совместимости именно системы профобразования и самой системы образования, вот просто системы общего и высшего образования. Дело в том, что в системе профобра очень трудно оценить затраты на подготовку одного человека. То есть, может так, вот понимаете, вот как обучить станочника с ЧПУ? Станок с ЧПУ стоит в среднем 300-500 тысяч евро. То есть, это колоссальные деньги. И для того, на этом станке может обучиться в год не более, скажем, 10-15 человек. А скорость научно-технического прогресса такова, что через три года этот станок надо менять. И помимо самой стоимости станка нужно обеспечить остальной образовательный процесс. Сколько будет стоить стоимость одного как раз подготовки специалиста за счет бюджета? То есть, это не те 60 тысяч рублей, которые в среднем по регионам выделяются. Конечно, это гораздо выше. И сам формат вот такого регулирования, как Министерство образования и науки регулирует общее образование и высшее, он уже здесь неприменим. Поэтому нужно искать формы выделения профессионального образования, то есть организации профессионального образования в какой-то другой статус, в развитии государственно-частного партнерства, создании каких-то попечительских советов. Еще очень важно прописать статус директора колледжа. Почему? Потому что в настоящий момент учредитель определяет, назначает директора колледжа, его уже снимает, и это не способствует. То есть директор колледжа живет, скажем так, как таможенник, как еминутным. То есть он живет здесь и сейчас. Он не живет завтра. Потому что завтра он вдруг узнает, что он вчера был уволен. То есть для директора колледжа понятие «время» очень такое условное. Это тоже очень накладывает свои, соответственно, ограничения. И вот введение как раз новых форм организации профессионального образования, перераспределение ответственности, оно должно повысить качество профобразования. Потому что при нынешнем раскладе… То есть у нас есть понятие, например, как учить. Действительно, наша страна, Россия, она в этом плане очень передавая. Наша страна уникальна тем, что у нас до сих пор есть даже педагогические университеты, которые отдельно изучают педагогику как вид деятельности. Соответственно, интеграция педагогов, педагогики, соответственно, в технический профобор, она очень важна. И в мире сейчас есть в этом проблемы. То есть именно есть очень большое количество мастеров-наставников производства, которые знают свою профессию. А тех, которые могут одновременно обучать, одновременно, соответственно, знать свою профессию, таких единиц. То есть тут нужны элементы педагогики. И тут как раз как учить, у нас проблем нет. В России действительно на чем учить сейчас решен вопрос. Потому что, как есть очень хорошее оснащение программы федерального целевого развития образования ФЦПРО, там, соответственно, есть гранты, есть региональные бюджеты, так как зачастую идет тесная связь с работодателем, есть замещение, соответственно, обучение на рабочих местах, такие элементы. Вот у нас, например, есть проект, который агентство стратегических инициатив инициировало, там, это дуальное образование, а, например, вот в Новосибирской области, дуальное образование Новосибирской области не вошло в этот проект, но у них это реально действующее существует. Почему? Это необходимость, которая сформировалась, исходя в взаимодействии местными органами власти, там, и учитывая, что руководит профобором Министерство труда и занятости, то есть эти элементы сами по себе пробивают дорогу. С чем это еще связано? Дело в том, что из-за неэффективности системы профобора в нашей стране очень сильно начал формироваться институт корпоративного образования, и любое маломальски крупное предприятие имеет на сегодняшний день на своей площадке именно корпоративные образовательные учреждения, которые выдают там не диплом, а сертификат. Но этот сертификат зачастую ценится гораздо выше в среде работодателя, нежели диплом установленного образца. Почему? Потому что он точно гарантирует владение определенными навыками знаний, вплоть до компетентности. И это тоже предопределяет того, что систему профобора нужно менять и каким-то образом сращивать. В связи с этим, вот эти вот очень многие проблемы, которые есть в системе профобора, то есть мы как раз, вот наша страна, это 17 мая того же года, когда вышли указы президента, мы вступили в WorldSkills. И WorldSkills – это как один из инструментариев, еще раз хочу сказать, что это инструментарий, который позволяет сократить вот эти… Дело в том, что, с одной стороны, это конкурсы профмастерства, это как олимпиадное движение, которое, в принципе, олимпийского движения. Но, с другой стороны, для того, чтобы провести конкурс профмастерства, нужно договориться о каких-то стандартах. То есть вот, чтобы просто провести соревнования, нужно выявить какие-то компетенции, знания, навыки. Это очень простой механизм, но он настолько эффективен, настолько эффективно взаимодействует в мире, и фактически он задает в текущий момент современный глобальный стандарт по любой профессии. И многие страны просто используют напрямую вот эти институты, соответственно, WorldSkills, как Великобритания или Skills Funding Agency, как другие страны, которых очень раз профессионально, Южная Корея, Финляндия, они прямо берут вот эти стандарты, как есть, и этому учат. К чему это ведет? Дело в том, что мы снова, как в советское время, возвращаем вот эту связь. То есть мы поднимаем образовательное учреждение на определенный уровень, говоря о том, что нужно учить вот этим компетенциям, знаниям, навыкам. А с другой стороны, мы опускаем предприятие, мы говорим, что, извините, но современный специалист, исходя из мировых трендов, потому что туда входят 69 стран, эксперты из 69, он должен знать только вот это, вот это, вот это, и не больше. И вы обязаны принимать это как есть. И фактически мы снова опять возвращаем ту ситуацию, когда предприятия и профессиональные образовательные учреждения связаны между собой. А так как конкурсы профмастерства еще к тому же имеют там часть как повышение имиджа образования, профориентационный эффект, там очень много сразу сочетается. И оно выдает вот эти документы, изумительные документы. Это, во-первых, стандарт по самой профессии, это перечень знаний, навыков и умений. Второе, вводит такой очень интересный момент, в нашей стране этого не было, это требования по технике безопасности конкретно каждой профессии. А это тоже очень важный момент, у нас в большей части отраслевые требования по технике безопасности. Это вводит требования к оборудованию, это тоже вот очень важно с точки зрения внедрения вот этого дуального образования и других. Именно на каком оборудовании, какими качественными характеристиками, количествами можно действительно подготовить и провести тестацию. И самое важное, вводят вот эти тестовые задания, это формат такой анти-ЕГ открытый, то есть когда неизвестно. Вы выполнили это задание, вам можно присвоить эту квалификацию. Вы сделали, сварили этот сосуд, вы сделали эту стрижку, соответственно, по пяти модулям, сделали это. И при этом система оценки критериями, когда каждая профессия оценивается там 800-900 тысяч критериев. Это, кстати, еще определяет и уровень компетентности преподавателя, мастеров, наставников в производственном обучении. Дело в том, что очень трудно представить себе компетентного эксперта, вот в нашей стране, по крайней мере, который сходу бы мог придумать на процесс изготовления какого-то изделия, выполнение даже по пяти модулям, например, 800 критериев, которые нужно оценить. Это очень высокая квалификация должна быть. И это задает требования уже к педагогическим работникам. То есть мастер-наставник, он же педагог, он тоже должен быть высоким. И фактически сами соревнования – это маленькая верхушка огромного айсберга, который формирует вот эти все институты. То есть институт развития педагогических кадров, то есть институт развития самих квалификаций. То есть нужно понимать, какие квалификации могут быть. Не обязательно же шесть разрядов, как у нас сварщиков. В мире существует, например, всего лишь три уровня сварщиков. То есть там сварщик первоначального уровня, сварщик просто сварщик, который в WorldSkills идет, и сварщик, который уже управляет процессом. Сварщик уже менеджер, скажем так, который уже не только руками действует и проектирует, конструирует, но он еще может спроектировать сам процесс изготовления какого-то изделия. А у нас получается шесть разрядов. сварщик первого, второго, третьего разряда – это вообще разнорабочий. То есть первый разряд, он просто может включить сварочный аппарат. Второй разряд, он уже может подобрать нужный электрод к нужному сварочному аппарату. И это тоже требует доработки, вот эта вся ситуация. В связи с этим у нас много проблем в системе среднепрофессионального образования. Но тот факт, что мы все время развиваемся, мы движемся, и новый закон об образовании, который вводит еще, кстати, очень важный элемент, который мы хотим отформировать благодаря WorldSkills профсообщество, плюс еще другие институты к этому подключаются. У нас в дальнейшем аттестация выпускных работ. То есть мы должны перейти из области виртуальных, так называемых, выпускных работ, когда у нас сейчас по факту, по всем профессиям пишется, даже у парикмахеров пишется текстом. Берем ножницы, стрижем так, берем станок, включаем его, строгаем эту вещь, такая хорошая пояснительная записка, несколько чертежей, и считается, что человек знает эту профессию. А вот может ли он руками, например, постричь или сделать этот шкаф, или сделать этот стол? Для уровня СПО это очень важная задача. И вот мы сейчас хотим, ну для того, чтобы внедрить, согласно, опять же, новых законам об образовании, появление профессиональных аттестационных сообществ, нужно сделать огромную работу, нужно их сформировать, чтобы они могли принять эту практическую работу. Второе – практические работы. И отсюда, вот у нас очень много задач, проблем, и, соответственно, которые нужно решать, но они очень интересные, поэтому форма профобразования в нашей стране, регламентирование профобразования, она в настоящий момент, вот законодательная база, она совершенно не препятствует внедрению прогрессивных форм. То есть все зависит от лидеров, от акторов, и как вот сформируется у вас в регионе, тоже зависит от… У нас есть прогрессивные регионы с профобором, куда приезжающий там либо заместитель министра образования, либо сам там, либо руководитель там профобора, они прогрессивные люди. Прекрасные колледжи, процесс интеграции с работодателем, качество выпускников потрясающе. Вот мы сейчас проводили соревнования в Красноярске, в AllSkills. У нас впервые в истории наших соревнований задание, то, которое мы берем по глобальному уровню, то есть ввести программу, и чтобы выфрезировалось на станках ЧПУ изделие, у нас впервые вообще сделано было изделие до конца, во-вторых, их было два. Это показатель очень серьезный работы системы профобора. То есть учитывая, что у нас очень много регионов, где чемпионаты проводились, и национальные, у нас ни разу не доводили до конца это изделие. То есть не успевали укладываться в тот норматив, регламент, а в Красноярском крае, пожалуйста, да. То есть позиция действительно руководителя профобора Красноярского края, причем учитывая, что у них огромные сейчас проблемы с бюджетом, там есть какие-то... Но они все равно сохраняют эти позиции, они вкладываются в профобор и делают. То есть нормативный регламент позволяет все делать, все, что как нужно. У них тесная связь с предприятиями, они прекрасно оснащены в мастерские, в которых они... кампусы, так называемые, промежуточные, в которых они там... Они в проекте дуалки сейчас очень активно участвуют, соответственно, у них связь действительно с предприятиями, реальная связь с предприятиями, когда студенты реально проходят обучение на производственном месте. Поэтому, я думаю, они вперед-сверх внедряют, скорее всего, как раз вот эти уже новые положения в законе об образовании, именно о среднепрофессиональном образовании. Ну, кратко, потому что можешь сказать, соревнования практически, что за партнеры, то есть так еще и происходит, это, конечно, наказание-то, может быть, директор авторитетов... Да, давайте, действительно, сейчас я еще вкратце скажу о соревнованиях. Я очень хочу, чтобы, наверное, от Крыма поехала команда, действительно, по каким-то... хотя бы по одной профессии, либо посмотреть, либо директораку, или я думаю, что местные органы... У нас будет фактически большой, огромный образовательный форум, там потому что съезжаются все наши министры образования, министры труда, там Минкомсвязи у нас присутствуют, соответственно, у нас присутствуют... Там очень много будет обсуждений, плюс приезжает очень много образовательных министерств из-за рубежа, то есть, соответственно, у нас много внешних экспертов, там, руководители... И мы вот все время обсуждаем, то есть на этой площадке. Плюс мы в практическом плане видим итоговую... То есть у нас фактически соревнование такой бенчмаркинг, то есть оценка уровня образования, Когда интересно даже из какого-то региона, лучший из какого-то региона выполняет одно задание, рядом с ним стоит, выполняет немножко лучше, это тоже вводит элемент соревновательности, показывает между соревнованиями, между регионами, о том, что у нас это учат лучше по этой профессии, нежели по этой. Поэтому 16 по 20 мая, тут я не знаю, должно быть как-то у вас есть какой-то, либо совет директоров колледжа, либо какое-то объединение профессиональное, чтобы мы начали контактировать, чтобы мы сделали приглашение. Да, конечно, контакты продиктую сейчас, чтобы это, и мы бы начали взаимодействовать, мы бы пригласили как команду директоров колледжа, может какие-то ребята выступят в расширенном формате, это было бы очень здорово на соревнованиях. То есть вы бы изучили вот этот инструментарий как раз в Казани с 16 по 20 мая. Но еще почему Казань, тоже очень интересный момент, дело в том, что наша страна будет подавать в этом году заявку на право проведения мирового чемпионата в 2019 году. А это очень крупный образовательный форум, фактически крупнейший на сегодняшний день в мире. То есть вот те соревнования, которые были последние в Лейпциге, это было суммарно порядка 400 тысяч посетителей. Соревнования идут 8 дней, то есть это из 69 стран, это основных участников, плюс из внешних стран. Фактически это сравнило с Олимпиадой, и вот такое мероприятие мы хотим в 2019 году провести в России. И вот Казань выбрана той площадкой, как раз очень показательный элемент. Мы действительно в настоящий момент в стране очень сильно вкладываемся в поднятие регионов с точки зрения образования. Не Москва, где вся есть инфраструктура, а именно Казань. Именно середина там в России, то есть глубинка. Но вот такое очень крупное мероприятие мы будем принимать. Вот, да, вы знаете, я сейчас, может, скажу, как бы там как-то тут нет доски или что-то еще, а у меня нет такого количества визиток, электронную почту как-то записать или там или еще что-то. А? А вы наставьте на каждую очередь. Нет, давайте я озвучу просто, а потом... Давайте я скажу, да. Давайте вы знаете, как вы, сейчас озвучат просто. Да, я произнесу, да, оно очень просто. Я вам продиктую свою персональную, наверное, почту электронную, чтобы вы ввели. А там я уже дальше буду по компетенциям пересылать. Хочется сразу, чтобы коллективно какая-то была заявка, обращение, чтобы я уже на компетентных лиц пересылал, и дальше уже возникали технические контакты. У меня очень просто. Персональный адрес – это память моего директорства в колледже. СПО, С как Доллар, П. Петр, О. Ольга. Дальше идет СИ, то есть название как С русское. Потом А. Антон, Леонид, Петр, СПОКОЛП. Вообще название – среднепрофессиональное образование колледжа автоматизации и промышленного производства. СПОКОЛП. И английские буквы, то есть еще раз. С как Доллар, П. Петр, О. Ольга. С как С русское. А. Антон, Л. Леонид, П. Петр. Дальше собака. Ну, значок вот этот. Gmail.com. Это мой персональный адрес. Я постараюсь оперативно отвечать. Есть у нас служебный адрес, там, info.sobachka.wallskills.ru. Я вам дам еще телефон, знаете, нашего регионального директора. Я зовут Иванюк Людмила. Она с удовольствием будет отвечать на ваши вопросы. 925-878-8322. Людмила Иванюк. По каким вопросам можно обращаться? Потому что я знаю, что большое содержание. По всем вопросам это как раз участие в Казани. Это какие-то технические стандарты, это какие-то компетенции. У вас много аналитического материала? Нет, она как раз будет переводить, она обучена как раз переводить на компетентных людей. У нас есть технический директор Алексей Тымчиков. У нас региональный директор Сергей Данов. Вы можете поделиться. Да, и мы вот действительно, вот у вас много, и я просто, Борис, я сейчас боюсь и так, уже большой коктейль в голове. То есть просто это в ходе уже практических контактов вопрос-ответ. То есть это как горячая линия, то есть да, мы принимаем. Мы фактически организуем горячую линию по этим вопросам. Я просто хотел сказать, что договорились. То есть вот у нас создается ответственная организация, вот Паша про нее озвучил. Он является руководителем этой организации. В этой организации сегодня собирается, значит, большой массив данных, переведенных на русский язык, относительно профессиональных стандартов, относительно содержания профессии. Да, именно международных стандартов. И они тоже могут этим поделиться. Да, там очень много информации методической, контактной, аналитической. То есть на вас сейчас Минобор сегодня вечером обрушит еще там волну информации. У них есть свои контактные центры. То есть это их история непосредственно нормативного права. А у нас институт развития профессионального образования. То есть то, что будет завтра, то есть в ближайшее время. И для того, чтобы сохранить свои позиции на сегодняшний день, эти институты нужно внедрять. Потому что это завтра наступает очень быстро. И, соответственно, чтобы соответствовать этому, извините за тавтологию, нужно как раз вот эти элементы сейчас пробовать, их на ощупь смотреть, на зуб сохранять. Я говорю, у вас очень интересная позиция. Я очень долго думал, когда ехал сюда. Вы можете начать действительно, опередив очень многих своих коллег в России, сразу начать с правильной организационно-правовой формы. Вас МОН, конечно, будет загонять в какие-то государственные бюджетные учреждения, потому что тогда регионы имеют право полностью регулировать вашу образовательную деятельность и ваши финансовые средства. Это такая жесткая система, взаимоотношений будет достаточно. Но если вы отстоите своей позиции, и тоже нужно понимать, что ваше региональное управление образованием тоже будет следовать инструкциям с МОНа, а там тоже свои такие зубры, которые отточены, которые имеют правильно сказать. Но с точки зрения нормативного права, с точки зрения законодательства нашего, вы имеете право и на те иные формы. Вы имеете право. Поэтому советую еще раз внимательно изучить закон об образовании. Он очень прогрессивный. Очень прогрессивный на сегодняшний день. И даже само Министерство образования не может выполнить весь его потенциал, даже по нашим оценкам, даже наполовину. Потому что то, что там заложено в сегодняшний день, оно позволяет делать очень прогрессивные вещи. А так как у нас до сих пор существуют старые институты в образовании, функционированные, которые развивают наше образование, они как раз вступают зачастую в конфликт, зачастую нормативные какие-то письма, положения от Министерства образования. Они зачастую противоречат закону об образовании. Бывает и такая ситуация очень часто. Но тут у вас очень хороший полупозишн, как говорят. Вы можете стартовать и дальше действовать, входя в правовом поле и взаимодействуя с местными органами образования. Ну и у вас прекрасная организация, есть совет директоров, который тоже может иметь какую-то свою позицию, соответственно, отстаивать этот интерес. У нас во многих регионах совет директоров региональных преобразовался из общественных организаций в некоммерческие партнерства. То есть у них появился как финансовый инструментарий, так и политический. И они давят, действительно отстаивают позиции. В той же республике Татарстан совет директоров очень мощный. То есть он имеет свою позицию, зачастую отличающуюся от совета директоров средних учреждений в заведении России. Вот у вас тут Демин Викторович, он будет, конечно, говорить об этих вещах, но те имеют собственную позицию и доказывают абсолютно. Или там в Сибири, там в Новосибирской области абсолютно мощнейший институт. Но там все профессиональное образование, что он Минтруда. И они очень тесно взаимодействуют с конкретными предприятиями. Ну и создаваемое, соответственно, федеральное агентство наше по развитию профессиональных сообществ рабочих кадров, оно создается тоже в формате, мы тут как бы создаем интересный тоже прецедент, мы создаем агентство в формате некоммерческого партнерства. С одной стороны, учредитель правительства Российской Федерации. И создается указом президента. А с другой стороны, это формат некоммерческого партнерства, в который вы можете на уровне даже колледжа, как субъекта, вступать, иметь право голоса. И у нас формируется Генеральная Ассамблея, тут формируется прямое взаимодействие от уровня, вообще уровня образовательного учреждения, образовательной организации, на ФАИФ, на федеральный орган исполнительной власти. И наша Генеральная Ассамблея – это наш главный управляющий орган, коллективный управляющий орган. Помимо этого, у нас в этом агентстве создается наблюдательный совет. Наблюдательный совет предварительно. У нас Дмитрий Анатольевич Медведев возглавит, и там все министры, которые входят в наблюдательный совет. И мы тоже будем иметь тесные взаимодействия, как раз отстаивая точки зрения конкретных директоров, конкретных участников образовательного процесса в СПО, напрямую, такой вот непосредственный контакт. Нужно сказать, что у нас сейчас ФАИВы все-таки достаточно сильно обновили свои кадры, очень оперативно реагируют на многие вопросы. То есть у нас руководитель Департамента по рабочим кадрам, Наталья Михайловна Золотарева, она прекрасный человек, тоже очень активная позиция. Она тоже очень часто напрямую с директорами колледжа разговаривает. Она напрямую ведет диалог, приглашает к себе в Москве. Мы очень часто проводим такие совещания в нашем, соответственно, в Министерстве образования. Там есть такой белый зал, где министр образования проводят коллегии свои. И мы приглашаем уровень директоров и зачастую напрямую ведем диалог за министр образования, с директорами, причем из разных регионов. У нас есть образовательные форумы ежегодно, на которых собирается. Диалог идет напрямую. Министр, соответственно, директора колледжа, преподаватели. То есть это тоже у нас осуществляется в стране. И вот в рамках как раз агентства мы тоже формируем такой диалог. То есть там формируются еще у нас комитеты, комиссии, которые будут заниматься профсообществами, профстандартами в ГОСМИ. Потому что фактически мы сейчас пытаемся дополнить Министерство образования таким серьезным институтом развития профессионального образования и развития как раз рабочих кадров. Я знаком с законным образованием последним и с последними нормативными актами. В законе очень много внимания уделяется, я скажу так, современным информационным педагогическим технологиям. Электронные обучения, дистанционные обучения и так далее. Существует много нормативных актов, созданы комиссии. И созданы, например, перечни, какие можно обучать удаленно, какие нельзя. Все это касается высшему образованию. Вопрос следующий. Насколько эта система используется в профессионально-техническом образовании? Насколько развита вот такая система для высшего образования? Это первый вопрос. Система, она активно применяется, но тут зависит от человека. Почему есть? У нас вообще в Минкомсвязи сейчас проект такой, они сами инициируют колледж будущего, который вообще основан на дистанционных технологиях. Там будет отобрано 25 колледжей по стране, которые будут вот... А? Где? Они сейчас в Минкомсвязи сами определяют, как IT колледжи, направление, соответственно. Плюс у нас в колледжах, наверное, больше даже, чем в системе СПО, это как раз экстернатура. То есть обучение по экстернату. И очень много, как раз, когда идет обучение в системе экстернату, очень много дистанционных практик. Поэтому, ну, например, колледж МЭСИ, там при университете МЭСИ, там прекраснейшая дистанционная система образования. Вы можете брать за образцовую, там, соответственно. У нас очень много колледжей в регионах, в Красноярском крае, везде есть колледжи мощные, которые действительно именно работают по системе дистанционной. Даже колледж, который возглавляет Демин Виктор Михайлович, это Красногорский у нас колледж в Московской области. У них тоже очень мощная система. Поэтому в системе СПО это все больше и больше применяют. Почему? Потому что дело в том, что зачастую профильные предприятия, к тем колледжам, которые по профессионалам обучаются, они находятся где-то в регионе. И вот эта система получения квалификации, система кадров, там, в системе ДПО, дополнительного профессионального образования, как раз колледж активно использует. Вот я могу сказать, что все колледжи Московской области, например, точно оснащены кабинетами дистанционного образования. Все абсолютно, без исключения. И я могу сказать про многие регионы, поэтому инструментарий весь создан. Вопрос другой немножко. Дело в том, что очень трудно найти педагогов. Вообще педагогов очень трудно найти в системе профобразования. Почему? Потому что человек, который одновременно владеет профессией, и, с другой стороны, может о ней рассказать и научить, таких вообще от природы, в принципе, единицы. Поэтому закрыть, а мало того, система дистанционного образования, она требует тоже психологического такого изменения. Почему? Когда я очень часто сталкивался, когда педагог начинает вот так, на него направлены четыре камеры, и он должен понимать, что его могут слушать тысячи человек. И система приема обратного экзамена, это тоже накладывает определенные... То есть, эта система совершенно развивается очень сильно. Во многих колледжах она есть. То есть, я ответил, наверное, на вашу вопрос. На понимание, чтобы подытожить, чтобы ясно было. То есть, на сегодняшний день применение IT-технологий в системе среднепрофессионального образования регулируется региональным уровнем. В российской практике все регионы такое право предоставили. И они даже не правы, они и практикуют. Они обеспечивают. Они практикуют очень активно. Спасибо большое. И второй вопрос. Вы очень много и точно отмечали, что очень важно оценивать умения, навыки, компетенции. Это действительно основа основ. Насколько используются компьютерные информационные системы оценки навыков, умений? И существуют ли такие, вернее, используются ли такие вот профобразования? Спасибо. В нашей стране, в связи с тем, что оснащение материально-технической базы колледжа было дорогостоящим элементом, количество виртуальных симуляторов, оно, по-моему, зашкаливает. Но практика показала, что навыки, непосредственно навыки, передать электронным путем невозможно. Соответственно... Это контроль. А? Концерт и контроль. Да, 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 я понимаю, я почему говорю, навык передать, а, соответственно, чтобы передать какой-то навык, нужен непосредственный контакт человека, наставника с обучающимся, со студентом. Соответственно, контроль, осуществление навыков, вот я вам говорил, то есть у нас в связи... У нас сейчас до сих пор, скажем, есть такой переходный период на все пункты как раз нового закона об образовании, который вводит в дальнейшую аттестацию профсообществами, да. До сих пор очень много, как я в самом начале сказал, виртуальных выпускных аттестационных работ. И, соответственно, до сих пор очень часто применяется виртуальная дистанционная оценка навыка. Да, это есть. Ну, итоговая дистанционная работа, она как с робочной? Она у нас, да, она на бумаге, то есть это какой-то либо дистанционный... Это пока разрешается. Но я почему сказал, что вы сейчас можете заложить правильную основу, почему? Потому что у нас есть показатель к 2016 году уйти от этого полностью. Да, соответственно. Но, я так понимаю, все равно продлят, потому что не все могут еще... Потому что это переобучение именно педагогических кадров, оно очень тяжелое. Я даже вот был пример такой, не знаю, проведу. Даже в развитых странах, я был в Нью-Йорке в колледже, в котором стоимость обучения там за 9 месяцев 80 тысяч долларов. Это готовится еще в поворот, там это очень престижнейшая история. Мы разговаривали с директором, он говорит, даже при наших условиях, там зарплаты высокие, все, он говорит, очень трудно найти преподавателя. Мы, говорит, проводим тест цыпленка. Когда наши же преподаватели садятся на большом, он как на телешоу, он стоит, он готовит там цыпленка, значит, это... Но он должен при этом не только его качественно приготовить, но еще и объяснить каждую позицию. Он говорит, от природы таких людей их единицы. Поэтому вот у нас сейчас идет очень активный пересмотр как раз самой позиции мастер-наставник производственного обучения. И почему профессиональные сообщества должны конкретно вот эти навыки оценить, это тоже... Но это большой процесс, он идет у нас в стране. То есть у нас существует, то есть, резюмируем, и как электронное, дистанционное, виртуальное принятие вот этого практического якобы навыка, да, так во многих регионах реально происходит оценка практического навыка на месте. Там, где происходит реально практически, там уже обычно государственно-частное партнерство очень сильно при... Там как раз трудоустройство выпускников гораздо выше, чем по профессии, чем нежели вот это. Это факт. Российская Федерация, у нас дело в том, что у нас отменено лицензирование строительных организаций, создан институт саморегулируемых организаций, так называемых СРО. И ваши организации, все, которые даже частные, даже ИП, они обязаны вступить в СРО. Для того, чтобы ввести определенный вид строительной деятельности, там, соответственно, они обязаны вместо лицензии уплачивать взнос. В зависимости от объема деятельности, этот взнос идет саморегулируемой организацией, СРО, так называемый. СРО в каждом регионе, их несколько. Они в формате некоммерческих партнерств, опять мы вводим формат некоммерческой организации. Дело в том, что есть закон о саморегулируемой деятельности. Согласно вот этого закона, порядка 40%, по-моему, 30% до 40% обязательно в порядке должно выделяться как раз на повышение квалификации, на тестацию практически вот этих работников и обучающихся, и учеников, соответственно. И отсюда возникает вот это взаимодействие государственно-частного партнерства. Фактически через институт ИСРО вы начнете взаимодействовать как раз с любым, даже с самым мелким частником. Потому что основная задача бизнеса, это все-таки у него социальная ответственность одна, у бизнеса. Тут тоже нужно четко в головах уложить, что вовремя и в полном объеме платить налоги и необходимые сборы с государства. А совершенно не его головная боль, как должно учить государство или образовательные учреждения, какие программы образовательные, как и что. И вы никогда не найдете диалога. Я вот был на дискуссии недавно, только что из Красноярска прилетел, там Красноярск пытался собрать предпринимателей, и они начали говорить. Одни говорят одно, другие другое. Никогда не состыкуется, даже при прогрессивной системе Красноярска. А через инструментарий саморегулируемых организаций это происходит объективно. То есть они обязаны вкладываться в повышение и четко определять стандарты и нормы, по которым они чего-то должны. И тут возникает как раз ваше взаимоотношение. Нет, у нас есть национальное объединение строителей, но строй, оно объединяет все саморегулируемые организации. Наше законодательство именно в строительной области очень жесткое. То есть нельзя вести строительную деятельность. И я думаю, что уже с 1 января 2015 года, там же вам дан такой промежуток, как раз вот когда в полную силу все законы наступают с 1 января 2015 года, вы уже почувствуете, как у нас все строительные колледжи, они самые прекрасные, они самые богатые. Тут как бы... Давайте я в целом про саморегулирование, то есть вот почему оно важно. Правильно Паша сказал. То есть у нас любая средняя организация не может вести деятельность, не находясь в статусе какого-то СРО. То есть являясь членом саморегулированной организации. Каждая деятельность определяется, да. И более того, у них существуют соответствующие страховые фонды. Ну на случай, если член СРО, значит, построил здание, это здание сломалось, рухнуло, нужно платить, значит... То есть СРО выплачивает эти все риски, выплачивает страховку, то есть за эту всю историю. Поэтому саморегулированная организация, их позиция сегодня в России какая? Как можно больше учить? Даже если это гастарбайтер, они заставляют... Они сами, да, они материально заинтересованы, представляете? Они сами, да, они материально заинтересованы, представляете, да. Синить сертификат, ну, соответствующий к своей системе. Поэтому обучения много, они страхуют тем самым свои риски от недобросовестного исполнения. Они, наоборот, с вас будут требовать СРО, будут к вам каждую неделю приезжать, говорят, давайте еще что-нибудь... Не из колледжа? Да, какой-нибудь модуль. Не-не-не, они будут на базе колледжа делать как раз вот эти образовательные. И кадры, которых нужно учить, и оборудование, технологии будут пригонять бизнес. Есть позиция вообще мигрантов всех, значит, кодов. Да. У меня вопрос касается программного обеспечения, лицензионного программного обеспечения, обеспечения учебниками, электронными. Вот оно осуществляется централизованно, потому что, например, мы за 22 года практически не видели ни одного обучения, только в сравнении с тем, что был предыдущий период, как мы обеспечивали систему бизнеса. Так как, еще раз повторюсь, вы на региональном будете уровне, у нас вообще, во всех колледжах, у нас заключены соглашения с крупными поставщиками программы, со всеми, именно на уровне государства, с Майкрософтом, с ИСКО, и все колледжи абсолютно у нас работают на лицензионном программном обеспечении. И на это закладываются целевые статьи всегда в распределении тех средств, это есть. Мало того, соответственно, учебники, да, вот учебники, то есть те документы, у нас на самом деле есть понятие в новом законе об образовании, примерная образовательная программа. И примерная образовательная программа позволяет именно отдавать на откуп как раз самому преподавателю набор методических материалов, там практически, по-моему, доходит до 70%, то есть когда они сами самостоятельно определяют те учебники, те документы, на основании которых они преподают. Но, так как это гарантируется образование, то, конечно, средства на закупку учебников как раз для тех, кто по контрольным цифрам приема, кто бесплатно получает образование, конечно, закладываются в региональный бюджет. Но учебники выпускаются? Да, конечно, у нас целая империя выпуска учебников, то есть это как раз тут в этом проблем нет. У нас ряд издательств, которые аккредитованы при Минобрии, там при региональных министерствах образования, имеют целевой государственный, ну, то есть региональный заказ. Жесткого регулирования, по-моему, нет. Жесткого регулирования нет, говорю. То есть преподаватели сами задают, да, вот они, например, они смотрят из-за существующей базы учебников, а сами издательства, они все время стараются именно в профобре, тут как раз очень хорошо, очень много переводных учебников из-за границы по каким-то профессиям идут, и они зачастую дополняются модулями, и зачастую институты развития, образования, методические объединения. В каждом регионе есть свое, я забыл сказать, есть свое учебно-методическое объединение. Вот. То есть как вы можете оценить эти учебники? Они, в общем-то, отвечают тем требованиям, новым требованиям, новым сигналом. Потому что, вот, например, несколько лет назад я покупала учебник в Питере по автоматизации производства, кроме одной небольшой плавы, там все было с 90-го года. А мы для этого вот ВАУСКИЛС придумали. В Российской Федерации такого жесткого регулирования содержания учебников его нет. То есть в любом случае это отдается на уровень региона. Если он выстроит соответствующую систему, системе СПО, то она будет. Но я бы здесь немножко шире, у нас здесь точно есть по линии Миноборнауки, то есть у нас соответствующие программы подготовки преподавателей есть. Это право закупрелено, что преподаватель имеет право на бесплатное повышение квалификации своей. Поддельно есть уже связанность с тем, что у нас по линии Миноборнауки существует соответствующая программа. Я очень рекомендую всем ознакомиться с федеральной целью программы развития образования, в рамках которой колледжи, то есть у нас был соответствующий проект, могут оснастить свои соответствующие учебные подразделения соответствующим оборудованием, закупить, собственно говоря, для того, чтобы осуществлять какие-то практические занятия. Поэтому я очень рекомендую всем ознакомиться с федеральной целью программы развития образования. Отдельно есть сюжет, что у нас Миноборнауки, начиная со следующего года, будет выделять значительные средства регионам на развитие региональных программ развития профессионального образования. То есть регион формирует свою программу развития профессионального образования у себя, представляет ее в Минобранауке, защищает. Если она проходит, Минобранауке ее финансирует. Вот в этом. Собственно, вот такие есть источники финансирования, помимо... — Ну, во всех случаях, даже если ваш регион, например, не пройдет, мне кажется, пройдет, вот. Вопрос в другом. То есть есть большая база, как раз... А вот еще очень важный момент, почему «Волтскилз» прописан, прописан сейчас во всех системах развития профобразования до 2020 года. Это как раз тот перечень компетенций, которые, благодаря участию в движении, и наши передовые регионы, которые я вам назвал, они очень активно используют как раз изменения внутренних в пределах своих возможностей компетенций, вводят навыки и знания, и, соответственно, меняют свои методические материалы очень сильно на уровне регионов как раз. И поэтому, если вы хотите действительно иметь актуальные учебники, это как раз региональный больше вопрос, проблема, да, там федеральное издательство. — Есть пример, что от Совета, да? — Федеральное издательство. Но обычно в каждом своем субъекте есть какое-то свое издательство, которое делает эти учебники, материалы. И в зависимости от прогрессивности как раз людей... — Мы не могут поделиться или... — Это очень хорошая история. Все регионы между собой обмениваются опытом, и зачастую, если возникает лидер хороший в регионе, руководитель местного образования, он приезжает, то есть направляется это умо между собой. У нас умо, у нас есть такое противостояние. У нас и Федеральный институт развития образования, ФЕРО, если с этой мамонтом вы столкнетесь, как бы это одна история, да, которая... А есть региональное умо, учебно-методические объединения, они зачастую занимают конфликтную позицию. Но как раз в сфере СПО... Вот ФЕРО очень трудно регулировать СПО, потому что она на региональном уровне. И региональное умо зачастую на почве такой, скажем, нелюбви к ФЕРО, они объединяются такие. То есть у нас окружные умо, и, соответственно, вот я недавно был в Павловской, там заседание Павловского окружного умо, и они как раз... И это позволяет такая конкуренция генерировать какие-то действительно прогрессивные учебники. Поэтому есть регионы, в которых очень прекрасные учебные материалы, по которым они обучаются, соответственно. И тут вам нужно как раз практическое положение. Помимо того, что Борис сказал, что есть программы, да, есть гранты у нас в рамках ФЕРО, каждый колледж. У нас очень много колледжей выигрывает. Это средний грант, там, от 30 до 60 миллионов рублей, который позволяет очень хорошо оснаститься материально-техническую базу, там, соответственно. Я бы сказал еще, Паш, есть по линии WorldSkills, например, да. В Непетро-колледже 2-3 гранты. Ну, плюс государственное частное партнерство у нас WorldSkills, да. У нас очень много именно промышленных партнеров, чем WorldSkills хорош, это не только образовательная сфера, у нас очень активно участвуют компании. То есть у нас компании DMG, там, Cisco, Microsoft, там, очень много, Lincoln. И они на очень льготных условиях, на очень льготных условиях представляют оборудование для колледжа. Ну, они станки, 60-80 процентов, да, там, соответственно, доходят. Плюс они бесплатно обеспечивают методическими материалами для работы как раз с современным оборудованием, технологиями. И зачастую очень эффективно используют своих специалистов образовательных процессов, они дают эти возможности. Мы как раз почему интегрируем движение WorldSkills в том плане, что мы как раз помогаем колледжам еще приблизить государственность, вот это частное партнерство. Ну, много нюансов вы столкнетесь, но есть институты, да. Повышение квалификации специалистов, преподавателей, вот вопрос, как это будет здесь. Дело в том, что для нас это больное место. Если преподаватели общеобразовательных предметов проходят курсы повышения квалификации при местном институте, то специалисты, как правило, сейчас ищут сами место, где бы им повысить свою квалификацию. Будет ли это как-то централизовано сделано? У нас, да, существуют централизованные различные курсы, существует в Москве огромное количество. Но дело в том, что вопрос как раз ДПО, это как раз дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации. У нас, согласно закону по образованию, он потихонечку выходит из области лицензирования. И, соответственно, повышение квалификации зачастую как раз вводится к положительному обмену опытом, когда какой-то регион имеет, соответственно, хороший опыт, и они с местными своими институтами развития образования организовывают повышение квалификации. Плюс, да, у нас сейчас есть, например, WorldSkills, там выделен государственный институт новых форм образования, в которых у нас официально, это организация, учрежденная Минобором, и она проводит, например, тоже повышение квалификации как раз по стандартам WorldSkills. Но таких программ по повышению квалификации перекрестным у нас огромное количество в стране, и очень многие субъекты, имеющие хорошее мощное учебно-методическое объединение, тоже предлагают. У нас дело в том, что, да, да, это перекрестный, я советую даже сами сказать, почему, потому что на вас обрушится там ФИРО НАРК, который имеет огромное количество, да, централизованный есть, там, который рекомендуется, это ФИРО, Федеральный институт развития образования НАРК, Национальное агентство развития квалификации, соответственно, еще ряд, которые будут вам настойчиво предлагать повышение квалификации, но тут вы вправе выбирать. Почему? Потому что это выходит потихонечку из сферы лицензирования. Тут как раз повышение, тут очень важный вопрос повышения квалификации. Дело в том, что те положения, особенно в государственных бюджетных учреждениях, организациях, соответственно, профессионального образования, зарплата всегда складывается из двух частей для всех педработников. Это основная базовая ставка и надбавка. Надбавка зачастую может превышать многократно основную базовую ставку. И надбавка как раз базируется на тех дипломах, сертификатах, курсах повышения квалификации регулярных, то есть на повышение регулярной работающей части в различных мероприятиях. На издания какие-то. Да, аттестация определенных знаний, прохождение каких-то вот таких вот. Но это добровольная история. То есть ты можешь ничего не повышать в своей квалификации, получать всего лишь базовую ставку. А вы что начали цифровать на эти лецензии? ДПО, да, у нас как бы раньше оно регламентировалось, потому что повышение квалификации преподавателей. Коллеги, коллеги, да. На это лицензии давались, да, федеральные. Сейчас в новом законе... В российской федерации дополнительное профессиональное образование никак не регулируют, не лицензируются. Да, по новому закону оно вышло, да, и повышение квалификации. Сейчас оно вышло. То есть еще остались, я говорю, то есть те госструктуры, у которых учредитель был, Минобор, да. Это дополнительные профессиональные образования. Они говорят о том, что необходимо вам у нас обучаться ничего подобного. То есть вы можете брать какие-то перекрестные там, вы можете вот эти, на основе вот этих дипломов о повышении квалификации. А лицензирование самого учебного заведения важно, чтобы... Да, да, конечно, конечно, уровень педагогического подтверждения квалификации ваших педработников, это очень важно. Но есть два типа лицензирования в Российской Федерации. Есть лицензирование в учебном заведении, а есть лицензирование в производительном программе. Вопрос, я думаю, всех интересует. Это вопрос об устройстве, как в Российской Федерации осуществляется контроль предприятий, организаций за наличием у них работников. Имеют ли они установлены документы об образовании или нет, о получении проявленной профессии. Я расшифровываю. То есть, на сегодняшний день на рынке труда достаточно людей, которые не имеющие квалификации. Ну, допустим, строители. Идут и работают строительство. Имеет ли право принимать организация или строительная компания таких людей к себе на работу, которые не имеют документа об подготовке по этой профессии. У нас это очень жесткая система в стране. Дело в том, что у нас есть инспекции по труду в каждом регионе. И они проверяют каждое предприятие тех людей, которые работают в перечне вида работ определенных, да, которые связаны с рисками, там, электриков, там, строителей. И обязаны иметь, мало того, по многим профессиям обязаны даже иметь регулярные документы повышения перетестации, повышения квалификации. Это сварочная работа у нас ежегодная перетестация. Это очень опасная профессия. Не обязательно, это очень большой перечень профессий. И только единственное, что неквалифицированная рабочая сила может не иметь никакого раба. А остальные все уровни обязательно нужно подтверждать. И у нас была такая практика, что раньше бухгалтер должен быть с высшим образованием. Но есть практика Верховного суда, которая отменяет и зачастую вводит такие очень серьезные санкции тем, кто начинает требовать. Поэтому у нас вот этот перекос уходит, то есть у нас именно СПО сейчас усиливается роль. Но документ всегда требуется. То есть инспекция по труду имеет право закрыть предприятие полностью, если вдруг на нем работает неквалифицированная рабочая сила. Это жестко, это жестко. Плюс вы должны понимать, во многих отраслях все больше и больше развиваются механизмы саморегулирования. Дело в том, что нельзя вступить в СРО, не предъявив определенных документов. А если ты не вступил в СРО, ты не имеешь вообще заниматься строительством права. Например, как примерно в строительстве. И так во многих художественных делах. Ну смотрите, вот я так скажу, у нас в Российской Федерации есть определенные типы деятельности, которые регулируются особыми законами. Например, закон об оценочной аудиторской деятельности. Там есть, ну как, прям прописано в законе, что обязательно базовое профильное образование. То же самое в строительстве. То есть, вас не примут в члены, то есть, когда подает компания, значит, в членство, вступает в СРО, на этот пакет документов. И там, в том числе, один из них, что это структура коллекционного персонала, в том числе с дипломами соответствующего права. У нас во многих колледжах значительная составляющая учащихся, это таджики, узбеки, там, молдаване, соответственно, по законам образования, очень многие получают наши дипломы и действительно проходят обучение. Например, вот я был в каком-то колледже в Подмосковье недавно, там на сварщиков обучение, и там половина аудитории были таджикские работники. То есть, они так… Дело в том, что связано еще с законом о получении гражданства. Сейчас вот может российское гражданство получить человек, который имеет определенный квалификационный вот этот… Российский диплом по факту, как мы говорим. Вот. И это тоже очень сильно стимулируется. Другая история со стороны работодателей. Как только им дали возможность получать вот это образование в наших колледжах, соответственно, в техникумах, они очень активно этим пользуются. И если мы берем тоже Москву, вы, наверное, знаете такую практику. Ни один таджик, узбек просто так по Москве не пройдет. У него 10 раз проверят паспорт, где он работает, его, соответственно, причастливают. Иностранные граждане иностранного государства в профтехе учатся бесплатно. Порядок и профессий есть бесплатный и сходят в контрольный. Есть закон, есть раздел, это как раз советую задать МОНИ, регулирующий образовательную деятельность иностранных граждан. Мало того, деятельность на каком языке преподавать. Но у нас государственный язык российский, русский язык, и, соответственно, образование все ведется на русском языке. И для подчасти профессий, которая особо актуальна для нашей экономики, есть бесплатный прием. Но это очень нечасто. То есть иностранные все граждане учатся на платной основе. В любом случае, еще раз, уровень споты определяет регион. Там режим квотирования применяется. То есть, если будет понимание, что необходимо, значит, увеличить квоту на причине иностранных студентов. Он берет на себя просто... Да, он расширяет это просто квоту. Да, он берет за свой счет просто вот это обучение этих граждан, и возникает элемент бесплатного образования. То есть, мы понимаем базовую основу всего профессионального образования на уровне регионов. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения юридической, может ли техникум или колледж, согласно российскому законодательству, быть самостоятельным юридическим лицом? Или он обязательно должен входить в какое-то высшее учебное заведение, как структурное подряд? Нет, я же вам с самого начала сказал, он является... Спасибо. Новый закон об образовании, да, спасибо. Именно вводит понятие профессиональной образовательной организации. То есть, мы уходим от учреждения. Вообще исчезло это понятие. И организация может быть... Он даже в составе какого-то высшего учебного заведения может иметь статус самостоятельного юридического лица, либо иметь подразделение. Счет иметь. Да, свой счет, соответственно, эти вещи. Но все региональные колледжи, именно колледжи, которые пришли, они все абсолютно самостоятельные организации. У них просто учредитель регион. Местный регион является учредителем. Но во многих уже случаях возникает переход на автономную некоммерческую организацию. Это тоже юридический статус, который я вам тоже рекомендую. Тут вообще абсолютная самостоятельность, потому что некоммерческая организация, учредитель не имеет такого серьезного влияния, как в образовательной организации другого плана. Плюс еще много у нас... У нас, вот я могу статистику сказать, у нас всего где-то примерно 2870 колледжей. Ну, я могу ошибаться, плюс-минус это на 2012-2013 год. Из них 750 колледжей частные образовательные учреждения. Не государственные. Они вообще созданы частными лицами и ведут... Плюс у нас еще важный момент. Еще раз говорю, у нас даже индивидуальный предприниматель может вести образование. Это тоже форма юридического лица. Индивидуальный предприниматель. Поэтому у нас все образовательные организации, они независимые юридические лица. У нас есть режим экспериментов. Мы точно знаем, что, Паш, у нас существует, что есть колледжи, которые входят в состав высших учебных заведений. Ну, я говорю, они как подразделения. Да, есть отдельная линия, связанная с укропнением. Ну, то есть, вот мы наблюдаем в Московской тоже области, да, укропняют, то есть создают... Объединяются колледжи. Объединяются колледжи. И является один колледж, который, да, там общий управляющий персонал, то есть один уже директор становится, а не пять директоров, соответственно. И вот, например, Московская область, она со 117 колледжей, сейчас у них, по-моему, всего лишь 39 колледжей. И они планируют еще укропняться. То есть, они большие. Красноярский край тоже у них там до 28 колледжей. Ну, да, это именно как колледжи. Спасибо. Да, ага. Так, коллеги, у меня последний вопрос, мне кажется, он будет каждым из вас важен. Павел, а можете рассказать, как назначаются руководители колледжей? В Российской Федерации? А, зарплата, как начисляется, там же искать бюджетную вся историю. Прекрасно, да. И мы отпустим вас. Да. Я бы хотел напомнить про Волскилс, у нас очень мало времени, действительно, очень хочу, чтобы вы приехали в Казань. Вы найдете своих коллег из большинства регионов, там порядка 70 регионов, вы пообщаетесь именно вживую. Потому что даже чиновники из Миноборова вам не смогут донести много информации, нюансов, как действительно назначается. Но я вам скажу, как назначается. Назначается именно у нас, так как это организации, как мы уже установили, да, независимые, они назначаются учредителем. Учредителем является региональное, если мы берем бюджетное образовательное учреждение, местный региональный орган, назначаются они приказом. Соответственно, увольняется также приказом, очень быстро, легко и непринужденно, соответственно, это... Зарплата. Соответственно, вот. Но зарплата, а? Срок может быть разный, вы можете отработать полгода, не оправдать доверие, с вами рабочий контракт, либо он продлевается, либо сразу на пять лет заключается. Это абсолютно региональным законодательством регулируется, это как ваши органы власти. Но право у них, как учредители, если вы получите статус бюджетных образовательных организаций, да, и вы перейдете в таком, тогда имеют право они. Если это будет автономная некоммерческая организация, тут сложнее. Там обычно создается совет какой-либо, попечительский, либо совет вот этой организации, и там уже назначается директор голосования. То есть вы уже представляете какую-то программу, происходит протокол голосования, у вас уже убрать проще такого директора. У нас очень часто практика, как полиция, так и среди директоров колледжа, задним числом увольнять. Произошло событие, ЧП там что-то загорелось, кто-то погиб, что-то еще. А уже в СМИ там говорят, а он две недели назад написал заявление на увольнение, он уже давно не работает директором колледжа. Есть такая практика, да? Вот, совершенно верно. Ну, мы же из одного государства. Но я могу сказать все больше автономных некоммерческих организаций, сколько становится, там уже сложнее сама история. И негосударственных образовательных учреждений, их очень много. Там уже совершенно, там даже директора другие, ты когда приходишь, он настолько разный подход, он знает там каждый винтик, каждый этот, он в процессе участвует, он живет. Почему? У него есть длинная уже история, он рассказывает тот, как он видит развитие колледжа, и он осуществляет вот эти планы. И таких вот становится все больше и больше. Зарплата. Зарплата бюджетных колледжей. У нас очень интересный закон обозначения о зарплате. Дело в том, что у нас есть такая сетка, зарплата директора колледжа вообще не ограничена ничем. Абсолютно ничем. Есть вообще ничего. Да. Есть правило просто начисления зарплаты. Он может назначить себе весь 100% бюджета организации, получать одну зарплату, а всех остальных делать это. Сам один работает. Да, совершенно верно. Вообще никак не ограничено. Именно из бюджетных средств. Но там задача в чем идет? Зарплата замов должна быть не ниже 75% от зарплаты директора. Ну и при этом нужно уложиться, чтобы еще остальным педагогическим работникам, потому что есть тарифно-квалификационная сетка у нас по разрядам, им тоже как-то заплатить. Поэтому зарплата директора очень разная. То есть бывает, что прекрасный успешный колледж, который там миллиардный оборот у него идет и все, а зарплата у директора, например, 50 тысяч рублей. А бывает колледж, который совершенно, вот приходишь там, обшарпанные стены, что-то это, а зарплата у директора колледжа, например, 500 тысяч рублей. Бывают такие, бывает и больше. Вот, совершенно верно. Вот поэтому у нас никак. Это еще один шаг самостоятельности, да. И очень важный момент регулирования оплаты внебюджетки. Он абсолютно регулируется местным региональным уровнем. Например, в Московской области существует практика, там до 8% прямая премия директору за все внебюджетные средства, которые он привлек. То есть, представляете, какие колоссальные цифры, это и в Москве тоже самое. Вот, просто он привлек за год, ему по итогам года сразу премию 8% от всей суммы внебюджетки, помимо той зарплаты, которой сразу несколько миллионов рублей дается премия. То есть, позицию руководителя. Бывает в регионах, наоборот, все внебюджетку забирают, и там просто какие-то дозированные премии дают, там что-то еще. Почему я говорю? То есть, если его бюджетное будет учреждение, которое на уровне региона, именно сам регион определяет. Но с точки зрения уровня зарплат вы, как директор, имеете право назначить себе любую. Абсолютно любую. Но очень тонкий расчет. А профсоюзы? У нас очень слабые профсоюзы в стране, и образовательные профсоюзы. Мы тоже пытаемся сейчас эту историю наладить. Мы хотим создать профсообщество директоров колледжей. Не совет директоров СУЗов, там, соответственно, средних учебных заведений, а именно профсообщество директоров, чтобы отставить их позицию, как директор, чтобы были какие-то квалификационные рамки, соответственно, критерии вообще директора. Но это дело ближайшего будущего. Пока такое есть, конечно, есть профсоюз работников образовательных учреждений, но, поверьте, они абсолютно согласны с тем, что директор 2 недели назад написал заявление на увольнение. Абсолютно этому не возражают и всегда согласны с этим вопросом. Они, большей частью, занимаются перераспределением каких-то путевок, там, еще что-то такое, наследие советских времен. Поэтому профсоюзы в нашей стране очень слабые. Я честно вам скажу, они практически никакие. Но это из практики. Конечно, у нас огромное количество законов о профсоюзах, о профсоюзной деятельности есть, но из практики они не влияют.